А вообще тут можно сейчас чуть дальше поговорить, слабенько про текстуру. Как только вы перенесете ее на более мощный GPU, опять-таки это тот же самый эффект. Работа будет роздана всем процессорам. Это важная особенность, которая отличает ее от того, что было до сих пор. Теперь поговорим немножко о ключевых абстракциях. Самое важное из них не указано на этом слайде. Это ядро. На самом деле те, кто занимаются зачислением, они приказаны на штуке ядро. Это функция, которую нужно выполнить на некотором количестве данных. У вас есть массив, например, вы сигнал получили от этого, у вас есть массив этих данных, вы хотите его откликовать или все с ним сделать. Вы запускаете в нее петро. Эта концепция пришла навязывать из обработки основных сигналов. И теперь это основная общая концепция. Просто дальше мы будем говорить петро, мы будем развивать функция, которая выполняется на множественном данном. Теперь про особенности абстракции PUD. В потоке, да? PUD вы задаете, сколько поток вы хотите запустить. И каждый поток это мелкое, как бы, некоторое маленькое количество работы на какой-то элемент данных. Зачем я так, наверное, останавливаюсь сильно? Для того, чтобы не было путаниц с потоками PUD и с потоками X86. Поток X86 это тяжеловесная штука, которая требует времени на свое создание. Поток PUD это очень легкий примитив, который сдается и также умирает практически без класса. Более того, этих потоков может существовать тысячи. Гораздо больше, чем может быть ядер. Да, это, наверное, очень часто для людей, которые пришли из HPC. Странно, да? Как-то так. У нас 240 ядер, а дальше я через несколько слов скажу, что у нас 300 тысяч потоков можно существовать вновременно. Но это действительно так. Работой, задачей работы занимается хорватный планировщик. Мы можем дальше поговорить. Значит, потоки. Вот у нас есть тысячи потоков. Нам бы хотелось, чтобы, на самом деле, мы, может быть, не совсем независимы. Может быть, 100 потоков хотели бы общаться друг с другом. Или у них, может быть, общие данные, которые они используют. И это бы позволило учесть это, позволит нам немножко увеличить производительность. Поэтому мы группируем потоки, так называемые блоки потоков. И получаем, скажем, из тысячи потоков 10 блоков и в каждом из них по 100 потоков. И внутри каждого блока мы можем синхронизовать потоки, используя колесные примитив синхронизации. Спасибо.